15 февраля день вывода войск из Афганистана. Эта война шла за пределами нашей страны, но она затронула многие семьи. Свой интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5000 человек из Чувашии. 115 человек погибли. У нас в республике проживает более 3000 ветеранов боевых действий в Афганистане. Один из них, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Муляков, был призван Батревским райвоенкоматом в 1984 году. Перед этим отучился в автошколе ДСААФ и получил водительские права. А на войне водил автомобили с горючим. Владимир Муляков – сын участника Великой Отечественной войны, поэтому, когда предложили служить в Афганистане, отказаться не смог и не позволило воспитание. Все-таки солидарность. Все вместе учились, все вместе заканчивали. И тут вместе еще, вместе служить еще вместе попадем. До Пензы доехали. С этой команды нас отделили. Около 80 человек. Нас отделили. И нас, интернациональную команду. О боевых действиях в Афганистане и задачах советских войск говорили мало. Время было такое. Поначалу в шоферских фронтовых буднях особенным ничего не казалось. Об опасности не задумывались. До Кабула сопровождения. Когда мы ездили, не было. А потом уже только блокпосты стояли, танки. Дальше Газни, Гордес, Джалабад, Асадабад, Чаржова. Вот такие. Там, да. Гордеская зеленка чего стоила. Первый бой запомнился больше всего. Ехали в колонне, в Газни, на продуктовозе КАМАЗ-5320. В кабине повар. Как раз с его стороны дверь не открывалась. А тут неожиданно обстрел шквальный. С правой стороны стреляет. Он начал метаться. Пока одели бронжлеты были. Ну, пока каски, автоматы. А он без меня не может выйти. Легли около колес. Отстреливались. Первый бой. Туда хранение. Гертушки с этой прилетели. Нас перекрыли. И колонна, чтобы не стоять. Трассера или бочки пробиваются. Он как факел вспыхлый. И вот колонна. Дальше мы поехали. Вот тогда первый обстрел я почувствовал, что такое. А вот последний бой сохранился в памяти Владимира Мулякова лишь частично. И то благодаря рассказам боевых друзей. Разрыв колонны получился. Пол колонны поехал, половина нет. И все. Потому что после этой машины я колонну довел. Что-то остановился. Что-то мне случилось, наверное. Уже я-то не помню. Тронулся. Ну, наверное, я чуть-чуть просто съехал, чтобы колонна шла. И начал, говорит, опять. Опять же около этого. Который барниш, который машину вывел. Опять же, говорит, около него же, я подорвался. Очнулся в госпитале. А дальше доктора и длительное лечение. И в прямом смысле становление на ноги. За выполнение особо важного боевого задания Владимир Муляков награжден орденом Красной Звезды. Контузия и тяжелое ранение обоих ног до сих пор дают о себе знать. Но, несмотря на это, он поддерживает себя в форме, занимается время от времени спортом и не расстается со своей любимой профессией, полученной еще до армии. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика.